Поддерживать население, несмотря на происки оппозиции, власти будут. Нашли выход. Вот и пособия по безработице обещают начать выплачивать в ближайшие недели. Процедура выделения заявителем поддержки в размере 2775 леев содержится в законе о поправках к бюджету социального страхования, одобренном накануне депутатами. Документ вступит в силу после того, как будет опубликован в официальном мониторе. Тогда и станут возможны выплаты. «Парламент проголосовал за эти законы. Я их подпишу буквально либо сегодня, если они придут ко мне, либо в понедельник, они на следующей неделе войдут в силу, и вы можете получить эти деньги». Глава государства напомнил, процесс выделения социальной помощи затормозил благодаря запросам депутатов-соратников Майи Санду, Андрея Анастасия и Андрея Наканду в Конституционный суд. 2 апреля КС вынес решение об аннулировании закона, принятого правительством под свою ответственность. Одно из положений документа как раз и касалось поддержки тем, кто остался без работы в этот непростой период. Чтобы не оставить людей без денег из-за происков оппозиции, властям пришлось пойти другим путём, и на это потребовалось время. «Несмотря на то, что Конституционный суд заблокировал, мы решением правительства продлили возможность, чтобы такие заявки вы смогли регистрировать. Но для того, чтобы платить деньги, нужно, чтобы эти законы по бюджету уже выделяются деньги, чтобы я их подписал, и они вошли все». Пособия по безработице в период пандемии, предусмотренные законом о бюджете госстрахования на текущий год, в который накануне были внесены поправки. Согласно новым положениям, расходы на социальные пособия были увеличены примерно на 368 миллионов леев, из которых примерно 168 миллионов предусмотрены на программу защиты от безработицы. Эта сумма подразумевает увеличение пособия по безработице минимум до 2775 леев, примерно для 1390 получателей. Поддержка незастрахованных безработных, а их ни много ни мало – 39 тысяч – обойдётся госказне более чем в 64 миллиона леев.